Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 17 июня и вот я сейчас хожу, собираю свои огурцы и хочу сразу пояснить, ну или как ответить на вопрос, который приходит очень часто. Формирую ли я свои огурцы? То есть удаляю ли я пасынки? Выщипываю ли я там первые пазухи 4? Нужно ли формировать огурцы? Короче, разговор на тему формирования огурцов. Я сразу скажу, я всем отвечаю, я делаю по-разному. И раньше у меня, когда была теплица отдельная для огурцов, ну они вдоль стены там были, то я чаще всего формировала. Потом, когда я купила сетку огуречную, вот они как сами где ползут, там я уже не формировала, то есть там я попробовала не формировать и они сами прекрасно, сейчас подожди, поставлю чашку с огурцами, они сами прекрасно росли, вот так зацеплялись. И когда я поняла, что можно их и не формировать, тогда, конечно, я стала выращивать без формирования. Но у меня, вы видите, здесь вот, если их не формировать, получаются огуречные джунгли. Я знаю, что есть некоторые гибриды, которые нужно обязательно в один ствол формировать. Есть некоторые гибриды огурцов, которые сами растут в один ствол и не разрастаются пасынками. Вот у меня здесь разные сорта, так как я с огурцов семена не разбираю, я даже их не рассортировываю, где какие. Я вижу, что вот эти вот у меня зазуля, там те, которые особо колючие были, вот мы с Мариком собирали там шоши, по-моему. Ну, короче, все вперемешку. И я скажу так, что, конечно, когда ты не формируешь огурец и когда ничего у него не выщипываешь, экономится очень много времени. Я не скажу, что я делаю это из лени, что мне неохота это делать. Но что тут лукавить, время, конечно, экономится. Не нужно шариться по огурцам, ходить там тоже прищипывать, отщипывать, что-то высчитывать, какой лист, четвертый или пятый. Но тут опять, с одной стороны, мы экономим время, что вот не нужно среди этих колючих плетей что-то там искать. А с другой стороны, тут время опять, даже наоборот, не то, что не экономим, а тут дополнительное время нужно потратить, потому что я все вот эти пасынки растягиваю. Вы понимаете, что если пасынки оставить, и если все они в одном, как в одном направлении будут ползти, будет очень густо. Я вот пасынки этих огурцов, я растягиваю во все стороны. Я сейчас вам покажу, как у меня, где основной ствол, где пасынок. Вот это у меня тянется уже пасынок. Видите, я его отдельно, сейчас подождите, отдельно от центрального ствола, вот центральный ствол. У каждого центрального ствола, например, у меня в огуречной арке, есть своя вот эта опора, и через нее я ее кручу. Пасынок я уже тяну вот в эту сторону. И вот это вот у меня, вот это уже пасынки. Видите? И как вы видите, на пасынках тоже прекрасно наливается, созревает урожай. Вот, вот этот пасынок, вот очень, смотрите, какой плодовитый. Надо тоже, кстати, снять. Я не жду, когда большие великаны нарастают. Вот такие. Буду возможность сегодня делать огурчики по-китайски. Ой, ой, по-корейски. Все, китайцы на уме. И все. И вот эти пасынки, которые нужно было бы прищипывать, я их растягиваю в разные стороны, и получается урожай в два раза больше. Тут, конечно, все из-за экономии места. У меня же здесь они, вот здесь, например, арка, это в бочках. И я давно уже поняла, что одинаково. Или посадить, например, пять кустиков и не пасынковать их, не удалять вот эти вот боковые побеги, а растянуть их. Получится такой же урожай, как если бы я заняла побольше места, посадила бы 10 кустов огурцов. Но вот эти боковые побеги, я бы их прищипывала там. Ну, там же есть определенная методика. Один оставляем на 50 сантиметров, другой на полтора метра. У кого-то верхушку прищипываем, у кого-то еще что. Я поняла, что не стоит с этим мне время терять. Вот сколько Бог дал, у меня столько и растет. И сейчас я перейду в другую сторону. Вот я поднялась на лесенку, чтобы показать. Вот у меня центральный. Видите, вот этот основной, который многие оставляют, только его. Ну вот, уже из каждой пазухи от центрального идет пасынок, который я не выщипала, а который я, видите, дала ему возможность тянуться, прицепила на веревочку. И он будет, короче, там в ту сторону я, здесь в эту сторону. И суть всего моего разговора в том, что я не формирую пасынки, не выщипываю. И при хорошем уходе, при своевременных поливах, подкормках, огурец способен выносить, как дать нам урожай, не только на центральном вот этом стволе, но и на пасынках. Ну, конечно, распутывание вот этих пасынков, растягивание в разные стороны, оно тоже время... Ой, подождите, спущусь сейчас, как бы не свалиться тут с этой лесенки. Время тоже тратится на это. Ну, тут я что выигрываю? На маленьком таком компактном участке я высадила вот здесь у нас вот 10 огурцов. Сейчас растяну их во все стороны. И тут будет оглушительный урожай. Будет столько огурцов, что раньше я вот столько собирала с теплицы. У меня полностью была теплица под огурцы. Но потом я приноровилась. Здесь, оказывается, не надо им много места. Главное, чтобы было много пространства, чтобы их в густоте не держать. А вообще за много лет выращивания огурцов я поняла одно. Их можно и формировать в один ствол. Их можно и не формировать, и давать им разрастаться. Вот эти вот сейчас у него пасынки. Когда мы в открытом грунте высаживаем в лунки, вот раньше мы высаживали в деревню, ими ведь никто огурцами не занимался. Воткнули семечко, и они расползались вот по всему, по окружности вокруг лунки. И вот у меня тут так же. Вот смотрите, вот пасынок, который идет прямо снизу, который нужно было бы, по рекомендации специалистов, оскепить, выщипнуть. Но тут я смотрю уже, они зародыши увеличиваются в размере. Если ему будет хватать влаги и хватать питания, этот пасынок вполне жизнеспособный. Я его сейчас на веревочку тоже вот так подцеплю, и он мне даст повторный урожай огурцов. Все. Вот это мое мнение и мое отношение к формированию, к пасынкованию. Можно это делать? Многие это делают. Конечно, тогда будет и более просторно, видно будет каждый огурец. Вот у меня томатные джунгли. Я выращиваю в таком виде в последние годы. Сначала я тоже всяко перепробовала. И мне кажется, это самый простейший такой, без всяких премудростей, вариант. Посадил, разрослись. Вот они пасынки. Я их на ниточку и вперед. Пошли, пошли, пошли во все стороны. Все, до свидания.